В этом видео мы поговорим о плагине для Maya, Kaifur. А конкретнее о том, как практически одним кликом получать все нужные текстуры для Hair Cards. Для этого мы будем использовать заранее подготовленные пресеты, которых в этом плагине уже около 200. Для разных задач. Всем привет! С Вами Кривули Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевываю все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1$, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media & Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на листезионном софте. Также отдельная благодарность компании Эфир. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись в Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DDD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Итак, всем привет! Как и обещал, записываю видео по KFUR и том, как запекать карты практически одним кликом мыши. Надеюсь, у Вас не возникнет сложности с установкой, со всеми моментами. Если возникнет, запишу отдельное видео. Я показываю Perperual License. То есть полноценную лицензию, которая не по подписке в месяц, а полноценная. И которая включает мою библиотеку, которую я создавал. И смотрите, запускается KFUR. Я думаю, Вы установите его. Будет у Вас такая вкладка. Здесь запускаем его. Данные, естественно, вводим. Выбираем тип лицензии. И указываем папку проекта. Я всегда создаю копию KFUR source, чтобы... У меня всегда была основная папка, я там ничего не испортил. Указываем, нажимаем Launch. У Вас запустится такое окно, в котором Вы можете создать Hairboard Project. То есть... Или загрузить определенный Project. Вот. То есть Вас должны интересовать данные две вкладки. Это как раз используется для запекания плашек. Потом я покажу, как запекать скальп. Вот. Нажимаем Create New Hairboard Project. Называем его, допустим, Test. То есть здесь сейчас это не важно. Нажимаем Create. У Вас пройдут какие-то операции майевские. И загрузится Hypershade окно. Оно у меня сейчас появилось на втором экране. Вот оно. Его ни в коем случае не закрываем. То есть... Вот я уже... Блин. А, вот. Кайфурдок. И кайфурдок тоже не закрываем. Потому что тогда Вы закроете проект. И так работает майя, как мне объяснял разработчик. Лучше все это не закрывать, а просто вот так вот скрывать. Вот. Потом, если Вы хотите смотреть процесс запечки в Арнольде и так далее. Нажимаем правой кнопкой мыши и Move. И перемещаем там, куда Вам удобно. Но не закрываем. Например, вот сюда. Вот. В кайфурдок Вы можете добавлять кучу своих пресетов, которые здесь есть. Вот, допустим, можно выбрать фильтр Long Strand. Это длинные волосы. Я их тут кучу создал. Например, мне нравится Curlissing. Например. Выбираю. И таким образом этот Curlissing будет загружен сюда. То есть включаем там загружение. Вот. В этот квадрат Вы можете вписывать, можете не вписывать. Я объясню почему. Ну, раньше надо было только вписывать. Сейчас можно не вписывать. Вот. Затем спускаемся ниже, как только его загрузили. И отображаем ScalpWiz. То есть два раза кликаем, чтобы появился ScalpWiz. Скрываем DeskUpdate. Он Вам не нужен пока. Включаем гиды. Вот. Два раза опять же. Потому что как раз гиды обновляются, когда Вы двигаете. Ну, Вы видите куда двигаете. Вот. Например. Поместил так. Обновил DeskUpdate. Увидел. Скрыл гиды. Вот. Заредактирование сейчас не буду рассказывать. Я просто рассказываю запекание. То есть представим, что Вы собрали плашки здесь. То есть чтобы еще добавить одни. Берем просто выбираем. Допустим. Ну, какие-то маленькие. Например. Medium Strand. Например. Вот. Также спускаемся ниже. Выбираем Strand. Отображаем ScalpWiz. Выбираем. Передвигаем. Обновляем. Потому что. Ну, гиды. Я уже говорил. Только гиды Вы будете видеть. Ну, то есть. Если хотите видеть апдейт передвижение. Показываем гиды. То есть видно. Да. Вот. Если хотите апдейтить волосы. Уже DeskUpdate. Включаем. Вот. Это все работает через XGEN. Допустим. Я хочу запечь эти плашки. Мне достаточно. Например. Что я делаю. Во-первых. Я выбираю камеру. Кайфру Кам1. Panels. LooksRoselected. Таким образом. Я буду видеть. Как камера отображает. То есть. Волосы. И допустим. Я хочу запечь длинную текстуру. 960 на 540. Например. Можно ввести свое значение. Какое-то там. То есть. Этот квадрат. Показывает именно квадрат. Этот квадрат. Показывает прямоугольный квадрат. То есть. Видите. Разница. Вот. Вот. И. Отдаляемся. И вписываем сюда. Ну. То есть. Вот так. И допустим. Представим. Что у вас здесь. Еще. Куча. Всяких. Этих. Плашек. Это не важно. Сейчас. Ну. То есть. Вырастаете. Я думаю. Это проблем не будет. Составляет. Если будут вопросы. Задавайте. Запишу еще видео. Вот. Спускаемся. Ниже. В этой панели. То есть. Которую. Я надеюсь. Вы не закрыли. Кайфордок. Здесь ниже. А есть. Рендер. Вы можете добавить любые. То есть. Альбедо. Это здесь. И пощелкать. По всем. Вот. Они все будут добавлены. Только там. Вот. Все. Мэп. Это вы можете поменять свою какую-то карту. Шейдер. И так далее. Вот. У вас есть все карты. Обычно их хватает для Unreal или любого другого движка. Далее. Unlock the camera render position. Включаем для того. Чтобы запекать то, что вы видите во вьюпорте. А не привязанное к этому квадрату. То есть. Вьюпорте камеры. Естественно. Кайфоркам 1. Я надеюсь вы переключились на нее. То есть. Еще раз повторяю. Выбираем. Panels. LuxeRoseElected. Вот. И сейчас я могу запечь текстуру. Все карты. Можно отредактировать шейдеры. Т.е. Выбрать StartEditing. EndEditing. Вот. Можно выбрать PP. Это. Я сильно не разбирался. Но. Некоторые юзеры. Юзеры. Флориану говорили. Что. ПП лучше. Как бы. Отображается. В движках. А. Это. Типа. Зантиалязерная текстура. Там. Перпиксель. И. АА. Вот. Это. Уже. Решайте сами. Я сильно не уникал. В эти моменты. Я использую. В Unreal. Часто. ПП. Вот. Так. Результат. Не знаю. Почему. Ну. Вот. Так. Вот. F. Кнопка. Что. Запекается. Flat. Или. Тангент. Тангент. Это. Полноценный. Меш. А. В общем. Для этой девчонки. Которая делала. Я использовал. Это. И. Результат. Получался. Более. Менее. Нормальный. То есть. Все. Сейчас. Мы. Говорим. Напоминаю. О запекании. Если. Какие-то. Другие. Вопросы. Буду. Записывать. Отдельное видео. Вот. Эти. карты. Все. Выбрали. Меши. Поставили. На каждый. Меш. Я. Обычно. На. Альбедо. Назначаю. Стандартный. Свой. Какой-нибудь. То есть. Вот. У вас есть. Шейдеры. Их можно редактировать. Можно выбрать. Select Hair Color. Допустим. Light Brown. И. Активировать. Остальные. Удалить. Шейдеры. Вот. И. Light Brown. Назначить. На. Strand 1. Вот здесь. Выбрать. Pick Shader. Light Brown. И. Strand 2. Pick Shader. Light Brown. То есть. Вы выбрали материал. Он будет запекаться. Единственное. В самом материале. Я беру. По-моему. Вот эту. Кнопку. Так. Стоп. Стоп. Вот. Редактирование. Здесь. Я. Выключаю. Tint. Если не ошибаюсь. Да. И. Диффуз. Бывает. Там. Делаю. Рамп. Сюда. Так. Ну. Остальные. Настройки. Вот. Такие. В принципе. Спекуляр. Убираю. Tint. Все. По-моему. Да. Transmission. Тинд. То есть. Цвет. Вот. Ну. Или. Просто. Диффузный. Я ставлю. Какой-нибудь. То есть. Вот. Меланин. На. Диффуз. Color. Ставлю. Какой-нибудь. Рам. Вот. Видите. От черного к белому. И. В этом. Рампе. Есть. Момент. Сейчас. Я вспомню. Ну да. Цвет. Просто. Задаю. Например. Чуть-чуть. Темнее. Там. Какой-нибудь. Давайте. Для примера. Я просто поставлю. Красный. Ну. Чтобы вы видели. Что запекается. Правильно. Вот. Вот. Управляем. И. Все. Можете возвращаться. Только не закрываем. То есть. Вот. Можно нажать Start Editing. Это как раз та же карта. Albedo. Потом, когда ее отредактировали. End Editing. И таким образом вы отредактируете карту. Все. Далее. Что вы делаете. Далее. Просто. Впускаемся ниже. Выбираем Resolution. Если у нас прямоугольная текстура. То. Например. 2К на 1К. Select Render Quality Low. Обычно это подходит для CPU. Я выбираю здесь. А у меня GPU. Поэтому GPU. Ничего не меняю. И здесь ставлю. 4. 8. Этого вполне достаточно. Но для той девчонки я делал это именно так. То есть. Которая прическа. Вот. Закрываем. Затем. Select Format. JPEG. Select Color Space. Например. RAW. Все. После чего нажимаем Bake All. И здесь у вас появится процесс запечки. Смотрите. Bake All. И ждем. Арнольд будет запекать свои карты. У меня на GPU это достаточно быстро произойдет. Сейчас посмотрим. Сколько это запекается. Я видео не ускоряю. Не обрезаю. Ничего. Увидите сколько это у меня запекается. На предупреждение не обращаем внимания. Все запекается как нужно. То есть. Все правильно. Вот. То есть у вас пойдет процесс запечки карт. Вот. Ждем его. Вот. Процесс закончился. Теперь можно открыть результат по кнопке Open Results. И у вас откроется папка кайфор проекта. С названием тест. Ну то есть то что мы делали. И здесь все карты. Смотрите. Albedo. Alphamap. DeskidMap. FlowMap. GradientMap. HateMap. NormalMap. OcclusionMap. RandomHairMap. Ugradient. Градиент обычный. То есть root. И смотрите. В Deskid я заметил один момент. Что нужно поправить. DeskidMap. Там есть нюанс. У некоторых. Ситуациях он запекается. Некоторых нужно менять. Вот здесь вот. DeskidMap. StartEditing. Здесь нужно поменять. Не ObjectID. А. Поставить. Если не ошибаюсь. Сейчас я вспомню. По-моему просто Object. Да. И если сейчас я эту карту выберу. Стоп. Надо было нажать. StartEditing. Object. Далее нажимаем EndEditing. В принципе вы кстати можете проверять. Смотрите. Если вы нажимаете StartEditing. Вы видите. Что происходит. Если запустить рендер. То есть вот. Вы будете видеть. Что происходит. Вот. Цвет уже нормальный. То есть Object разный. Если я выбираю. Не Object. А то что было по умолчанию. Object ID. Тогда цвет одинаковый. Нам нужен разный цвет. Подбираем то значение. Часто Object помогает. Вот. Object. Тут будут разные цвета. Но вы видите. Разные оттенки. Если больше плашек будет. То больше. То есть. Допустим. Смотрите. Если сейчас. Я нажму EndEditing. Добавлю еще какую-нибудь плашку. Например. Вот это будет. Ее перемещу. Сюда. Вот. И на нее назначу. Shader. Обязательно. Не забываем это делать. Light Brown. Все. А этот Shader удалим. То если. Сейчас. Я включу. Start Editing. И запущу Render. Вот. Разные цвета. Все отлично. Так что. Если сейчас запечь карты. Давайте. Я меньшее разрешение выберу. Ну. Хотя. Пусть будет такое. Просто меньшее настройки. Поставлю. Допустим. 4. 4. Вот. Вот так. И нажмем Bake. Selected. То есть. Selection. Уберу со всех. И выберу один. То перезапеку эту именно карту. Именно эту карту я перезапеку. Вот. Она уже запеклась. Нужно было конечно. Скальп скрыть. Ладно. О. Я нажал Bake Call. Короче. Сейчас перезапечется все. Bake Selected. Нужно было нажать. Ну. Я. Когда вы выбираете какую-то карту. Хотите ее перезапечь. Отредактирование. Например. И смотрите. Open Results. Здесь как раз. Мы видим. Что. Desk ID Map. Как раз запек. Разные цвета. То, что ей нужно. Это может пригодиться. Для. Какой-то задачи. Часто. У меня просили это в Unity. Сами заказчики. То есть. Вот. Вот так. Можно запечь карты. Любую. Отредактировать. Как вам нужно. Я часто еще. Hate Map. Редактирую. То есть. Опять же. Выбираю ее. Hate Map. Start Editing. Включаю. IPR. Чтобы видеть. Что происходит. В рендере. И здесь. Вот. В самом. HyperShade. Час. Минутку. Start Editing. Вот. Этот. Шейдер. Height. Я выбираю его. В Height Range. Я просто настраиваю сам Range. И смотрю, что получается. Допустим. Контраст. Bias. Меняю. То есть. Подбираю настройки. Эти. Или вообще. Можно. Одежку. Делать. Это как бы. Hate Map. Можно еще отдельно сделать. Один. Но он запекается. В принципе. Его просто обесцвечиваем. И все. Так что любое редактирование вы можете делать. А здесь потом нажать End Editing, как я уже и сказал. Я забыл просто, что карта запекается. Вот она ID. Random Hair. Ее просто открываем в Photoshop и там разные карты можно использовать. Я часто просто беру... Вот я сейчас Photoshop покажу. Вот допустим эта карта. Это я часто просто беру и Channel Red, например, в ID, Channel Green или Blue в Hatemap. Это есть и стандартный шейдер, анриеловский. Я его уже в принципе давно не использую. Я думаю, вы видели, что я использую другой шейдер. Но это к запеканию не относится, поэтому уже тут я остановлюсь. Это все, что я хотел показать в данном видео. Оно как раз эксклюзивно именно для Boosty подписчиков. То есть для вас, кто подписан. На канале я не знаю, когда оно выйдет. Ну, скорее всего, я буду... Отдельное видео еще будет именно в VIP-ах. Когда я буду рассказывать конкретно о персонаже. Вот. Которого я делаю. Поэтому все. Благодарю за просмотр. Желаю хорошего настроения. Надеюсь, все понятно. И это поможет вам запекать быстро карты без всяких проблем. Если нужна нормалка, например, в Marmoset'е вы рендерите. Там нужна нормалка именно геометрическая. F тогда меняем на T. И тогда будет геометрия. То есть нормалка будет отличаться. И все. В принципе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин